Я права получил в 78-м году, ну а так уже, наверное, больше 50-ти. Меня папа всему учил. Ездил на тех машинах, которые были дома, в армии, служил тоже водителем. Я был старший водитель. Сегодня День автомобилиста, пользуюсь случаем. Я хочу всех людей поздравить с этих праздников. Я не оговорился именно людей, потому что сегодня в военное время, наверное, все праздники стали гораздо больше, чем они называются. День медика сегодня практически полуукраины медики, волонтеры, все военные, все водители. Нельзя сказать, что те, кто только работает. То есть у меня все волонтеры, водители, водители-пожарники, водители-военные, водители, которые на своих машинах работают, которые свои машины отдают фронту. Вся страна стала чем-то единым. И все профессиональные праздники стали достаточно шире. Вы, наверное, видели, как восстанавливаются разрушенные жилые дома, восстанавливаются квартиры, восстанавливается четверть дома, пол дома, восстанавливаются фасады. То есть, несмотря на бомбежки, несмотря на все, городская власть работает, коммунальщики работают, полный рост. И тоже никто не делится на профессии, все сегодня занимаются всем. Поэтому, возвращаясь к празднику, конечно, праздник, но праздник общих всех тех профессий, которые спасают нас от войны и от ростов. Украина сплотилась, поэтому нельзя поздравить только каких-то автомобилистов сегодня. Сегодня еще один день войны, еще один день бомбежек, сегодня еще один день гуманитарной помощи людям, армии. Сегодня еще один день помощи нашей стране, западных наших друзей. Я очень много провожу времени за рулем, мотаясь по стране, мотаясь. Сегодня жизнь разделила мою работу на две части, уничтожен бизнес. Мы стараемся каким-то образом его восстанавливать, поддерживать. Приходится очень много ездить, приходится с огромным количеством людей встречаться. Сегодня вся страна работает не на 100%, а на 1000. Это здорово. Благодаря этому нас еще больше уважают в мире, благодаря этому нам помогают, благодаря этому мы и выставим. Выставим 100%. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!